Всем привет! С вами канал Ответы Морякам. В сегодняшнем выпуске мы берем интервью у основателя группы в фейсбуке Морской Форум, на котором моряки могут узнать информацию о том или нон-клюинге, найти информацию про мошенников, которые пытаются различными способами обманывать моряков и обсудить вопросы, касающиеся трудоустройства и как благодаря таким группам можно найти работу и обезопасить себя от действия мошенников. Первый вопрос. Каким образом группа может помочь моряку обезопасить себя от мошенников? К примеру, если человек выбрал поиск работы через знакомых, через рассылку своей обликашки, то есть самому или как бы оплатив такую услугу, соответственно, как бы человек получать, начинать какие-то предложения. И порою бывают предложения паковые, то есть надо в течение, допустим, часа или одного дня дать ответ, согласен человек, не согласен, как бы, и он попадает в такой тупик из-за неимения опыта поиска информации, где получить ответ в короткий промежуток времени, совет, ответ, то есть насколько это хорошая компания, как там со снабжением, есть ли там выплаты заработной платы, ну то есть условия труда соответствуют или нет, и вообще, есть ли такая компания. То есть человек, допустим, вылаживает в группу аватарку компании или ее логотип, название или имя, номер телефона посредника, описывает свою ситуацию, то, как правило, зачастую наблюдал множество раз в группе, как админ, как бы контролирующий сам процесс, то есть что ответы приходят, ну порою в течение часа, а за сутки, так вообще большое количество, люди пишут, кто работал там или кто обращался, есть ли какие-то проблемы в компании, есть ли задержки по заработной плате, то есть плохое отношение к самим работникам, берут деньги там, картина проясняется, человек уже может принять свое решение. То есть я так понимаю, что в группах, в соцсетях это более правдивая информация, чем на сайтах, потому что на сайтах часто бывают и фейковые отзывы, то есть сами руководители таких компаний и кривингов пишут хорошие отзывы про себя. Совершенно верно, такой информации очень много, проплаченной информации и, соответственно, проверить ее невозможно, притом бывает информация, допустим, какая-то компания работала, отзывы хорошие-хорошие-хорошие, потом что-то вдруг изменилось в условиях работы в компании, что-то пришло другое руководство, то есть изменился флот, плохие суда, плохое снабжение, то есть нехватка ресурсов у компании, но как бы чек идет, начитавшись в столях отзывов, идет как бы в надежде, что все будет у него хорошо и при том еще порой за это платят. И, соответственно, получить свежую информацию нет. Многие люди боятся размещать, чем хороши соцсети, что под вымышленным ником, под вымышленной аватаркой человек может написать все, что думает, как оно еле. То есть сам моряк? Любой. То есть правду матку, а любой компания? Да, совершенно верно. То есть бояться ему нечем. Нечего, потому что когда человек, это работает в основном так, только один человек ответил что-то в комментариях таким образом, соответственно, его тут же подхватывают. К сожалению, у нас еще присутствует такой страх, что кто-то может быть из руководства компании, присутствует в группе и читает это. Ну, мне кажется, моряки, которых реально сильно кинули, уже ничего не боятся, то есть уже рассказывают все как есть. Единственное, боятся те, наверное, кто продолжает работать в компании, но что-то его не устраивает. Ну, как бы, это как приблизительно в том анекдоте, когда спросили у еврея, как вы относитесь к советской власти. Он сказал, как к собственной жене. Он говорит, ну что вы имеете в виду, говорит, ну немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Так же самое и моряк, работая в какой-то компании, то есть у него есть стабильность, не важно там плохо, хорошо, что-то изменилось в лучшую, в худшую сторону. Он пока не начнет искать работу себе в других компаниях, он держится за эту компанию, он держится, он дорожит, все мы слышим, там кинули, там продается флот, там сойдут сокращения, там набирают филиппинцев. И, соответственно, народ порой не предпринимает конкретных шагов по поиску работы, живет просто в этих слухах и уверен в том, что, возможно, он не найдет себе работу. По поводу работы. Ты, я смотрел, в группе выкладываешь вакансии, да, ты выкладываешь только проверенные вакансии, проверенных крюингов, либо все, кто предлагает новости? В начале, когда группа только основалась, выкладывал все, что предлагали. Потом, так как прослеживал с партнерскими морскими группами саму ситуацию, как бы, ну, тоже зачем внести ответственность, что кто-то может по твоей вине, как бы, косвенно пострадать. Соответственно, когда многих из тех, кто выкладывает в группе вакансии, я знаю лично, как посредников, пользовался ихними услугами в той или иной степени, обращался к ним по отношению к своим друзьям, родственникам, как бы, знакомым. То есть, это проверенные люди, при том, никто не берет денег наперед, ну, то есть, все там, как бы, в плане безопасности, все стабильно, нормально. Плюс, в группе не только посредники выкладывают свои вакансии, а множество компаний, при том, как офшорных, яхты, круизные суда, танкерный флот, ну, жабадавы. То есть, это все компания надежные, которые не кидают моряков? Совершенно верно. Да, там, возможно, во многих из них зарплаты не соответствуют айтиевским зарплатам, как бы, старые суда, еще что-то, но каждому свое, на каждую кастрюлю есть своя крышка. То есть, кому-то нужен старт, кому-то нужен переход с река-море на торговый флот, кому-то с рыбаков на торговый флот, каждому свое. Кто-то по возрасту уже не подходит, как бы, человек, есть английский опыт, но он уже в своей компании готов на меньшую зарплату идти. Да, с понижением где-то должности. Я, как моряк, очень много лет, пока сам стартовал, сам искал работу, сам несколько раз, откровенно говорю, нарвался на Кидалова, тоже с американской визой, там, со многими такими проблемами были у меня. И всегда стал голосом с тем, что нету конкретного ресурса, где я могу получить достаточной информации о той или иной фирме в полном объеме, не устаревшей. То есть, вот, на данный момент. Получил предложение, тут же вот что-то узнал. И, как бы, всегда приходилось во всяких таких маленьких сообществах, в том же контакте, одноклассниках тогда еще, как бы, искать информацию, написать и целый день туда бегать, заглядывать, в надежде, что тебе кто-то что-то ответит. Порой, ну, комментарии, ну, просто абсурдны, хотя, вроде, коллеги, моряки должны друг другу помогать, что, ну, сходи, узнаешь, вот, вот и комментарии, то есть, помогли, называется, там, типа, ну, то есть, очень много, ну, есть такого у нас, как бы, есть люди, которые всячески стараются помочь, есть кто-то раскритикует, ну, сколько людей, столько им денег. А вот как, Марико, ускорить процесс ответа, да? Вот я, например, хочу быстро узнать о той или иной компании, мне поступила вакансия. Как-то можно в группе обратиться к админу, к тебе, например, потому что ты, наверняка, из своего фото знаешь уже на слуху многие компании, да? Ты сам отвечаешь в этой группе? Да, периодически, периодически отвечаю, если владею стопроцентной информацией. Когда мне пишут, как правило, в группе, так как Facebook работает с мессенджером, пишут напрямую, порой я даю человеку телефон, он мне звонит, если, ну, я занят, или в конце концов, ну, надоело писать просто, как бы, потому что приходится много писать, вылаживая посты, как бы, ведя параллельно, как бы, группу ВКонтакте, в Инстаграме, как бы, дублируя многие вещи с нее. В основном, как бы, моряки, ну, есть, особенно кадеты, первоходы, у кого какие-то трудности, у кого какие-то нестыковки, там, по документам, человека где-то обманули, где-то что-то напутали с документами, то есть, ну, ситуации моря, это можно бесконечно перечислять, как бы, обращаются, кто-то в группе, кто-то в мессенджере, в личку, многие тут же просят дать им вайбер, если это люди не с Украины, кто-то просит дать им ватсап, люди звонят, как бы, по возможности, я с ними общаюсь, кто-то просит личный телефон, если у меня есть на это время, я стараюсь, как правило, его найти, так как, когда на берегу между рейсами, то есть, я стараюсь по возможности ответить на их вопросы, если я не владею информацией какой-то конкретной компанией, или, там, о какой-то ситуации, то, так как я общаюсь с многими параллельно в разных соцсетях, в сетях админами групп морских, то, как бы, и с посредниками, как бы, с представителями крюингов, я тут же связываю с этими людьми и прошу у них ответ на поставленный вопрос. Если я получаю такой ответ, соответственно, я человеку отвечаю, озвучиваю все, как есть. Как правило, даже если в группе человек задает вопрос, ну и бывает такое, к сожалению, потому что я стараюсь дать максимум информации, то есть, это английские, это ролики морские, развлекательные, то есть, это вакансии, это веселые посты, ситуации, случаи в море, новостные, как бы, новости международные, морские. И то есть, бывает, что человек выложил свой вопрос, и он по той или иной причине уходит вниз, и порой остается без ответа, или буквально два-три ответа, но без конкретики. Соответственно, тогда я делаю перепост этого вопроса, чтобы он опять оказался на самом верху группы, то есть, пока человек не получит своего ответа. Да, порой не всегда есть такая возможность, но в 90% случаев я стараюсь это делать, чтобы человек, придя на мой ресурс, получил то, что ему надо. Я понял. Касательно трудоустройства, у тебя большое количество партнеров, как я понял, и в соцсетях, и крюингов, и посредников, кто трудоустроит моряков. Ты каким-то образом можешь содействовать морякам и помогать им с трудоустройством? Во многих случаях, да. Если человек реально хочет уйти в рейс, или сменить один тип судов на другой, или человек, допустим, своей компанией уже по возрасту не проходит, хочет сменить компанию, но не имеет такой возможности, потому что порой хождение по компаниям не всегда дает, как бы вроде хотелось бы, положительного результата, не всегда рассылка дает положительный результат. Бывает, что человеку надо сейчас уйти в рейс, он сделал рассылку, как бы все красиво, сопроводительное письмо, все как положено, но она не принесла результата. То есть человек уже согласился на какое-то другое предложение, и тут только начинает срабатывать рассылка. Как правило, ты уже можешь быть в рейсе, тебе начинают поступать звонки. Ну то есть, а дорогая ложка к обеду, как бы таким образом. Поэтому, в принципе, если человек обращается ко мне напрямую, что надо та или иная помощь, лично я и не буду с этим человеком ходить, заниматься его как бы вопросами. То есть я просто созвоню с какой-то компанией, с каким-то человеком конкретно, кто работает в том или ином русле, с каким-то типом судов, с какой-то конкретной компанией, и уже сведу людей напрямую, они обменяются номерами телефона, то есть я единственное, что одному, что второму сразу озвучиваю, что никаких денег наперед, только по получению результата. Притом, скажу откровенно, что многие из этих людей даже входили в положение о том, что... Ну, много кидал его, да, тут. Это факт. О том, что даже после подписания контракта не было расчета. То есть человек приезжал на порт, озванивался домой, папа, мама, жена, дедушка, бабушка. Я на борту, все отлично, все хорошо, все, я уже на работе, так далее, что только проходил расчет как бы. Но, к сожалению, это в наше время вроде говорят, да, моряков кидает, но сталкивался с тем, что происходит и наоборот, что и моряки кидают, не держат свою зону. На самом деле это чаще происходит. Да, да, совершенно верно. И моряки, ну, я сам моряк, как бы, я тоже начинал с буксиров, жабодавов, как бы, балкера, сейчас контейнерный флот, но, как бы, всегда старался, как бы, помочь, подсказать, рассказать. Вот сейчас запустил такую, как бы, акцию, даже не акцию, просто, ну, подарок подписчикам, грубо говоря. То есть сам потратил свое время, собрал большую, как бы, довольно-таки базу рабочих имейлов, где берут российских, украинских моряков, то есть, плюс офшорную базу. Просто выложил в группу пост о том, что, ребята, просто сделайте, поделитесь ссылкой на группу, пригласите по возможности друзей, как бы, чтобы люди знали, делились опытом. Просто это надо не мне, в первую очередь, а морякам, потому что чем больше нас в группе, тем быстрее мы получаем ответы на свои же вопросы. То есть это живой форум, потому что кто-то не может в группе быть, у кого-то нет интернета, кто-то в рейсе, кто-то в отъезде, кто-то в отпуске. То есть, а чем больше людей, тем больше людей присутствует в группе, и, соответственно, всегда есть больше шансов получить свои ответы. И, соответственно, получается, ну, статистика такая, оно же видно в группе, это может увидеть любой гость группы, даже не админ, что прислано, там, по-моему, 200 или 300 имейлов мне, на которые я отправил базу, а поделились там, что с чем на человек сегодня. Все остальные просто, ну, просто получили то, что им надо, и, то есть, мой труд, он никому не нужен, получается так. И, то есть, хочется опустить порой руки, особенно бывает, столкнусь с каким-то хамством, зарплата кого-то не устраивает, еще что-то. Ты начинаешь щеку утратить свое личное время и нервы, объяснять, что, дружище, ну тебя не устраивает, но есть же куча людей, кого устраивает. То есть, ну, не устраивает, пройди мимо. Кто-то за это спасибо скажет, что не благодарен. Да, пройди мимо, я тоже начинал за 600 долларов, притом платил за это на Жабадаве, притом, ну, не хочу рассказывать, какие там были нюансы. Я, ну, как бы, первый экипаж у меня был отличный, то есть, меня научили всему, потому что я реально пришел на флот тогда, зеленым, не знал ничего, как бы, Боттман, уже покойный Сергей, в свое время, как бы, да, я думал, наверное, меня убьет в свое время, потому что, ну, такой дядька, сорокалетним опытом в море, на северах проработал много лет, такой, там, с матом, методом кнутая пряника, научил меня всему, то есть, мы много лет после этого встречались, он ко мне приезжал, ночевал, то есть, ну, друзьями стали, хотя, когда только с ним познакомился, я и предположить не мог, что такое возможно. Я понял. То есть, по сути, ты отправляешь базу имейлов, по которой моряк может разослать свою анкету и получить какое-то предложение отработать, совершил, правильно? Совершил. В этой базе только крюинги или также судовладельцы присутствуют? И те, и другие. И судовладельцы тоже присутствуют. Да. Какие твои рекомендации по поводу рассылки? Потому что сама база – это механизм, который может моряк неправильно воспользоваться. Не тем сервисом разослать, либо в спам письма попадут. Какие рекомендации можешь дать, чтобы она максимально сработала? Бывают, ну, читаешь посты о том, что кто-то делает рассылку и доходит до парадокса, когда человек обещает в течение трех дней, встречал такое, за символическую оплату, вроде бы, 150, 250, 400 гривен, сделать вам рассылку на сумасшедшую базу адресов и типа вы уйдете обязательно в рейс. Но при этом умалчивается о том, что, да, рассылка в той или иной степени работает. Не могу ничего плохого сказать в этом направлении. Но умалчивается то, что если с такой частотой делать автоматическую рассылку через самые шикарные бот-программы, она, как правило, попадет в спам. В 90% случаев. Притом я не понимаю, когда навязывают моряку первоходу рассылку, когда у него нет английского, нет никакого опыта или купленного опыта о серьезной компании, как правило, его пробивают. И, соответственно, когда ему предлагают сумасшедшую рассылку, и порой за немалые даже деньги, но никто не объясняет ему, что уважаемый, а зачем тебе такое количество имейлов по той простой причине, что близкого тебя нет, ну придут, ну получат они. и кто тебе позвонит, если у тебя... Даже если позвонят в собеседовании. Да, то есть, начнут пробивать твой опыт, то есть, это бессмысленная процедура. То есть, мне кажется, в данном случае, если ты обратился к такому человеку, ты должен сразу сказать, да, английского у меня нету, согласен на любой абсолютно флот, то есть, будь то жабадавы, будь то буксир, костер, старенькие какие-то, балкирочки небольшие, как бы с нашими экипажами, вот я на это согласен. И человек, профессионально занимающийся рассылкой, как бы скажет, окей, все, это не будет там тысячи тех имейлов, это может быть пару сотен, но человек получит действительно тот результат. Ну, самым делом, да, многие сервисы, извините, что перебил, многие сервисы рассылают абсолютно на все адреса, которые вообще не относятся иногда к кривингу, то есть, это какой-то отдел, техникал департамент, где вообще это уйдет сразу в спам, а также рассылает, надергали, грубо говоря, в интернете адресов разных компаний, а в этих компаниях, может быть, вообще не работают ни украинцы, ни россияне, там только индосы, либо филиппинцы, то есть, им вообще не интересно, не интересен наш брат, но все равно туда рассылается анкета, а моряки думают, там, о, там, 28 тысяч адресов. Михаил, а вот какие ресурсы посоветуешь для поиска именно вакансий? То есть, у тебя в группе, я тоже видел, много вакансий выкладываются, помимо, помимо твоей группы, где еще моряк может найти, может быть, моряки где-то делятся вакансиями, потому что часто, вот у меня, например, группа YSIFAR, тоже там моряки скидывают, вот, мне предложили, мне неинтересно, может, кто-то заинтересуется. Также, может быть, какой-то призыв морякам, чтобы они постили у тебя вакансии прямые? Как бы, это и так происходит, то есть, моряки некоторые посят вакансии прямые, при том, это офшор, но возникает куча вопросов. А кто это? А что это? Это, я, получается, человек хотел помочь, скинул вакансию, но он не может круглосуточно находиться в сети, чтобы кому-то ответить. То есть, он хотел помочь, кинул, но не комментирует. И тут же находятся те, кто кричит, кидалово, никто не отвечает. И элементарно, вот недавно вылаживал офшорную вакансию, как бы, с иностранным номером телефона, получил кучу комментариев такого содержания, как, а это вообще какой-то правильный номер, неправильный, почему так много цифр вообще, и что это? Это при том, что почта указана, порой указываешь, ну, с украинскими, допустим, российскими номерами телефона вакансию, и четко делаешь приписку все вопросы по указанному номеру. Люди как будто не видят этой строки, просто все к админу, все к админу и все. То есть, зачем указываешь номер, порой, ну, непонятно, честное слово. То есть, ну, читать внимательно описание, да? Ну, как бы, да, плюс, и вот хотел обратить внимание, как бы, очень часто, да, правописание, это, конечно, хорошая вещь, все хорошо, это говорит об образовании человека, многих, как бы, положительных, там, качествах, там, в первую очередь, образованность, но, очень часто, человек задает вопрос, помогите, подскажите, вот такая-то компания, или такой-то человек, предложили работу, надо срочно принять решение, буду благодарен за любую, это, там, помощь, совет, как бы, отзывы, но вместо ответов, он получает 50 комментариев о том, что, типа, сначала научись писать, ошибки, там, еще что-то, то есть, человека загнобили, но никто, по существу, не ответил, и люди забывают такой нюанс, что, человек элементарно, грамотный, но, допустим, где-то Т9 сработало, где-то еще что-то, то есть, это могут быть, ну, такие, где-то человек на ходу пишет, ну, то есть, ну, не это важно, человек обратился с помощью, и все, и не важно, это как, в другой стране, ты, зная бегло английский, попытаешься у кого-то что-то спросить, как найти больницу, или еще что-то, и тебе, вместо того, чтобы оказать помощь, ты будешь истекать кровью, грубо говоря, начнут рассказывать, о, понаехали сюда, типа, еще не умеют правильно говорить, сначала научись общаться, в случае язык, потом помощь, совершенно верно, та же самая, культура общения в соцсетях, нужно развивать и поднимать, да? Нет, есть вполне очень адекватные люди, все, но порой просто, ну, я не знаю, может, люди обиженные, может, я не знаю, что вызывает такую реакцию, ну, ну, нельзя тыкать это все, тем более сейчас, как бы, молодежный язык в соцсетях, это сплошные смайлики, какие-то там свои примочки, свои какие-то фишки, и поэтому кто-то пишет с этим, и для него это норма, и, ну, человек пишет пост, вы же понимаете, что есть программы, которые тут же, как бы, подчеркивают ошибки, как бы, но если человек на это не обратил внимания, значит, у него не было на то возможностей, то есть, то есть, по сути, главная польза и содержание этого поста, они... Да, совершенно, то есть, суть вы поняли, помогите, подскажите человеку, зачем ему критиковать и гнобить, грубо говоря, ну, к примеру просто, может у него, там, при смерти кто-то болеет жена, и от этого рейса у него зависит все, или он должен на него деньги, человек рискует, человек будет иметь кучу проблем, если он их потеряет, и в данный момент у него решается судьба, чья-то жизнь, и, то есть, а не как он пишет, не важно, как он пишет, то есть, подскажите, можете подскажите, нет, а то есть, вы загнобили человека, человек психанул, думает, да, ну, что, если такие люди, все, пошел, отдал денег, и завтра остался без ничего, попал, пострадал он, пострадала семья, и что, в итоге, что мы имеем? Мы имеем людей, которые учат кого-то правописанию, не учи, и не будешь учимым, ну, то есть, вернее, как, то есть, суть вопроса, как бы, понятно, что, то есть, помоги, если можешь, все, не надо, и основной, как бы, поиск любой информации, любого, как бы, это, надо просто делиться, это, было бы что-то сложное, да, там, я понимаю, кто-то занят, не имеет возможности, там, в рейсе, на вахте, там, береговая работа между рейсами, то есть, писать долго комментарии, кому-то что-то объяснять, кто-то не хочет, как бы, чтобы, ну, его видели, там, привлекать к себе внимание, ну, грубо говоря, сделай хотя бы перепост, то есть, не можешь ответить на вопрос, или элементарно, просто не знаешь ответа, просто поделись этим, грубо говоря, постом, знают твои знакомые, не знают они, если они поделают то же самое, то есть, будут знать, может быть, их, в любом случае, это сарафанное радио разойдется, и человек получит свой ответ на свой вопрос, а, так, а, я не знаю, ну, прошел я мимо, и все, типа, кому надо, тот ответит, а, это, ну, нельзя так, кому надо, мы моряки, как бы, мы сообщество, мы должны друг друга поддерживать, и так хватает куча проблем, трудностей, тем более, то, что сейчас творится с ценами, на документы, куча всего, ну, то есть, каждый ощутил это на себе, в той или иной степени, или еще ощутит, кому сейчас не надо было менять документы, или получать, и, то есть, надо помогать друг другу, то есть, поделись информацией, если не знаешь ответа, и кто-то поможет человеку, подсказать нужный момент, потому что, порой, ну, действительно, я знаю случаи, когда человек полез в петлю, одолжил денег на рейс, имея беременную жену, реально человек повесился, да, это слабость, кто-то осудит, человек бросил жену, беременную, с кучей проблем, все понятно, но человек не выдержал, сломался, не выдержал, и все, и то есть, мы всегда несем ответственность, так же само, как, я выслушаю кучу претензий, как админ, от некоторых подписчиков, о том, что, вот там, почему вы допускаете, там, публикацию вакансии, с малыми зарплатами, там, или еще что-то, ребята, поймите, на них тоже есть свой покупатель, и кто-то с чего-то должен стартовать, каждый выберется, вам не подходит, ждите лучше вакансию, все, зачем, уезжая, получается, не админа, а кого-нибудь из тех же людей, кому она откликнется, вам самим не смешно считаешь, да ну, позор, да как можно работать на такие деньги, там еще, еще, все понятно, я сейчас зарабатываю тоже лучше, в лучшей компании, все понимаю, но я начинал тоже с жабадава, и когда под вашим постом пишут, два-три человека, я готов, я готов, я готов, вам перед ними, не стыдно в первую очередь, что вы таким образом унижаете их, а им нужен старт, им нужна работа, у них был перерыв, по состоянию здоровья, по семейным, неважно по какой причине, ему нужна работа. Да, согласен, поэтому, уважаемые моряки, под этим видео подписывайтесь, проходя по ссылке на группу Михаила, делайте репосты, интересных вакансий, интересных постов, советов каких-то, с тем, чтобы увеличивать наше сообщество, и помогать друг другу, подобными комментариями, подобной информацией, делиться, видео, какими-то интересными с рейса, информацией о мошенниках, если вы с чем-то столкнулись, ваш опыт и эта информация может помочь другим, не совершить подобных ошибок. Чем больше нас будет объединяться, и взаимопомощь друг другу будет осуществляться намного качественнее и быстрее, тем проще будет работать, искать вакансии, и взаимодействовать с друг другом. С вами был канал Ответы морякам, группа в фейсбуке Морской форум и Михаил. Всем спасибо, до встречи в следующих видео. Спасибо, Михаил, за информацию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!